Виктория Третьяк Виктория Третьяк Виктория Третьяк На протяжении суток народные избранники голосовали за статьи основного закона. Конституционная ночь, вспоминают депутаты, была особенной. Виктория Третьяк Виктория Третьяк Иногда голосовать приходилось по нескольку раз. Уж больно дискуссионными были некоторые статьи. Виктория Третьяк Ей исполнилось 18. Она уже пережила несколько изменений. И скоро ее ждет еще одно. Впервые в основном законе Украины пропишут нормы о децентрализации власти. Анна Каменева, Андрей Коваль, БТБ. Задача же новой редакции Конституции Украины сохранить и преумножить свободу и независимость нашего государства, отмечает председатель Верховной Рады Александр Турчинов. По его словам, наше государство переживает сейчас чрезвычайно сложное историческое время, когда за свободу и независимость Украины жизнь отдали ее лучшие сыновья. Напомню, в пятницу президент Петр Порошенко подал на рассмотрение парламента законопроект об изменениях в основной закон. Глава государства надеется, что депутаты поддержат документ уже в первом чтении на следующей пленарной неделе. И по случаю Дня Конституции в Киеве и в других городах проходит ряд мероприятий с участием руководителей государства и городов. И в эти минуты в столице президент Петр Порошенко принимает участие в церемонии возложения цветов к памятнику создателю первой украинской конституции Гетьману Пилиппу Орлику. Перемирие продолжено на основании решения Совета национальной безопасности и обороны. Президент Украины продлил режим неприменения силы на востоке Украины до понедельника, 30 июня. Такое решение Петр Порошенко принял после совещания с силовиками. И, как сообщает пресс-служба главы государства, на выполнение заключений Европейского совета, принятых на уровне глав государства и правительств стран-членов Евросоюза при участии президента Украины, ожидается, что до понедельника будут сделаны следующие шаги. А именно, начата практическая имплементация мирного плана президента, обеспечен мониторинг режима прекращения огня под наблюдением миссии ОБСЕ и эффективного контроля за участком украинско-российской границы на территории действия АТО. Также под контроль Госпогранслужбы должны быть переданы пункты пересечения границы Изварина, Должанский, Червона, Партизанск. Кроме того, необходимо освободить всех заложников, в том числе и наблюдателей ОБСЕ. Украина ожидает, что за время перемирия в России закроют пункты вербовки наемников и на территории Донецкой и Луганской областей прекратится передвижение незаконных вооруженных формирований. В случае несоблюдения этих условий, Украина оставляет за собой право досрочного прекращения режима неприменения силы, подчеркнули в пресс-службе президента. Тем временем банформирования продолжают нарушать условия перемирия. Ночью они обстреляли позиции сил АТО. Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбуке. По его словам, боевики из минометов открыли огонь по аэродрому в Краматорске, а также выступы выпустили семь мин в сторону газораспределительной станции, находящейся в данном районе. Кроме этого, были обстреляны и два опорных пункта в Донецкой области. Один из них находится близ Кривой Луки. Потерь среди наших силовиков нет. Накануне в Донецке прошел второй раунд консультаций по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Участие в нем принимали Леонид Кучма, Виктор Медведчук, представители ОБСЕ и Российского посольства в Украине, а также так называемых ДНР и ЛНР. Представители боевиков заявили о своей готовности прекратить огонь, однако только в случае выведения сил украинской армии с территории Донбасса. Генсек ООН призвал все стороны конфликта на Донбассе прекратить насилие и начать диалог, соблюдая при этом свои обязательства по перемирию, сообщает Сайт Объединенных Наций. Кроме этого, Пан Гимон поприветствовал решение президента Украины о продлении срока прекращения взаимного огня на следующие три дня, а также освобождение боевиками четырех наблюдателей ОБСЕ. И призывал сепаратистов освободить остальных заложников. Разоружиться призвал террористов на Донбассе Совет ООН по правам человека. Его участники приняли резолюцию о сотрудничестве и помощи Украине и решительно осудили насилие со стороны незаконных вооруженных групп. В частности, это касается задержания людей, пыток и жестокого обращения, похищения убийств, а также притеснения международных журналистов. Резолюция призывает боевиков немедленно разоружиться и освободить задержанных, а правительство Украины проводить операции по обеспечению безопасности и охране порядка. Также в документе подчеркивается необходимость немедленно прекратить все проявления дискриминации и притеснений, в том числе и в Крыму. Парламентская ассамблея ОБСЕ рассмотрит проект резолюции, обвиняющей Россию в нарушении Хельсинского договора. За внесение этого вопроса в повестку дня пленарного заседания проголосовали 30 парламентариев против пятеро. Проект подготовил глава американской делегации Бенджамин Кардин. В нем говорится, что начиная с февраля этого года Российская Федерация в рамках своих отношений с Украиной нарушила все 10 хельсинских принципов. В документе также предлагается признать проведенный в Крыму референдум нелегитимным и незаконным актом, результаты которого не имеют никакой юридической силы. В проекте резолюции утверждается, что Москва продолжает нарушать свои международные обязательства, намереваясь выдвинуть такие же незаконные притязания на восточную часть Украины. Россия так уже поступала ранее и угрожает и впредь поступать в отношении других государств-участников ОБСЕ, считает Бенджамин Кардин. Данный документ парламентская ассамблея рассмотрит на заседании во вторник. Жан-Клод Юнкер – новый глава Еврокомиссии. Бывший премьер Люксембурга сменит на этом посту Жузе Монеля Борозу. Такое решение накануне приняли лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе. Об этом и других событиях в обзоре Эмилии Денежной. Жан-Клод Юнкер будет возглавлять Еврокомиссию с 2014 по 2019 год. На эту должность его выдвинула Европейская народная партия, получившая наибольшую поддержку избирателей по итогам недавних выборов в Европарламент. Категорически против назначения бывшего премьера Люксембурга, который поддерживает идею централизации европейских властей в Брюсселе, выступил только британский премьер Дэвид Кэмерон. Он сообщил, что избрание Юнкера ускорит проведение в Соединенном Королевстве референдума по выходу из ЕС. Немецкий канцлер Ангела Меркель ответила на это, что отсутствие абсолютного согласия между участниками саммита не является большой драмой. На саммите ЕС в Брюсселе Евросоюз в очередной раз заявил о готовности к новым санкциям против Москвы. А тем временем французы спокойно продолжают строить для России военные корабли. Как сообщает военный эксперт Филипп Шапла, корма вертолетоносца Мистраль-Севастополь, которую построили россияне, накануне отправилась на буксире во французский порт Сен-Назер. Там ее соединят с носовой частью и продолжат оснащать необходимыми для эксплуатации системами. При этом российские СМИ пишут, Франция согласится установить новые современные системы связи и боевого управления на проданных вертолетоносцах только в том случае, если Москва купит еще два корабля этого класса. Напомню, по условиям контракта, первый вертолетоносец Владивосток россиянам представят в октябре этого года, а второй – Севастополь в 2015-м. В течение последнего месяца митинги под лозунгом «Нет мистралям Путина» прошли перед посольствами Российской Федерации в ряде стран мира. Лихтенштейн заморозил 30 миллионов долларов Виктора Януковича и приближенных к нему лиц. Об этом сообщает агентство Франс Пресс. При этом власти княжества также начали расследование по делу об отмывании денег. Напомню, 28 февраля Лихтенштейн заблокировал финансовые и экономические ресурсы бывшего президента Украины и так называемой семьи, которые находились в стране. Но сумму замороженных средств тогда не огласили. А уже в мае Швейцария заблокировала 193 миллиона долларов активов Януковича и его приближенных. Эмилия Денежная, БТБ И пока на этом все, еще увидимся, до встречи.